Привет, друзья! Вот вы не представляете, сколько женщин нуждается сегодня просто в разгрузке. Ну вот одна женщина мне звонила, она там с сестрой своей всё время, но общий язык не могут найти, и у неё уже паники. Вот такие паничные состояния. Хочу объяснить сегодня, сейчас, и это будет на нашем вебинаре в субботу, более подробную, все выходите там в зум, чтобы я вам там ошибки поправлял, какие вы делаете при исполнении упражнений и так далее, чтобы сразу результаты получили. И вышли из всяких неприятностей, вышли из всяких трагедийных состояний, вышли из состояния тревожности, поправили себе здоровье, восстановили целостность. Целостность в переводе – здоровье. Потому что иногда ум хочет одно, а тело хочет другое, а чувства вообще не хотят с вами сотрудничать. И вот эта несогласованность мыслей, чувства и тела вызывает такое напряжение. Потому что мозг тратит силы для того, чтобы согласовать. И поэтому, когда человек находится долгое время в таком напряжённом состоянии, у него поэтому иногда и возникает спазм сосудов, кислород не попадает в клетки мозга, а без кислорода как? И паники возникают, это ещё большее напряжение. А потом человек истощается, потом раз, снижение, это уже депрессия. Депрессия. Ну вот, в следующем вебинаре у нас, который сейчас будет, мы там объясним, откуда берутся паники. И это ещё бывает, знаете, от чего? От того, что человек бывает в перенапряжении, потому что мозг постоянно занимается поиском решений в условиях неопределённости, когда он решает какую-то сложную противоречивую задачу. Ну, например, не высыпается. Не высыпается, в клетках мозга не хватает питательных веществ, эндорфинов, серотонинов и так далее. Аптека внутренняя организма плохо работает. Если человек не выспавшийся, у него нет радости жизни. Ну, а как тут туда взять? Если вся энергия мозга тратится только на то, чтобы он доспал наконец, доспал наконец. И как только он чуть-чуть расслабляется, его клонит сон. А он себе не даёт, потому что работать надо. Ну, к примеру, у него всё время противоречия. Вот эти противоречия надо как-то снимать. Надо согласовывать систему. А это делаем с помощью приёмов, синхронизирующих приёмов, метода ключ, которые очень простые и эффективные, самые лучшие в мире, прямо скажу почему. Потому что очень простые и сразу даёт результаты, потому что они подбираются по специальному индивидуальному критерию, чтобы каждый мог себе подобрать именно свой приём. Свой, свой, который полностью синхронизирован с текущим состоянием в данный момент, когда вы этот метод используете. И когда действие совпадает с вашим состоянием, уже нет противоречия. Уже нет необходимости мозгу тратить лишнюю энергию на то, чтобы согласовать. И поэтому сразу снимается стресс. Сразу вы выходите на состояние лёгкости такой, энергии, хорошее состояние. А как только снимается излишнее напряжение, ну тоже появляется лёгкость. Почему? Потому что мы по своей природе, творчески, как только негатив, а негатив связан с лишним напряжением, тревожность с лишним напряжением связана, страхи, паники. Это лишнее напряжение. Выше, выше, выше по уровню до паники. Лишнее напряжение снимается, и сразу позитив появляется. Минус ушёл, появился плюс. Ну так оно и происходит. Но я вам что хочу сказать. Какие могут быть противоречивые задачи, на крючке которых человек может висеть, и почему у него всё время может быть лишнее напряжение? Он даже, может быть, это и не осознаёт. Ну, например, влюбился, а ему не даёт общаться. И ему всё время обрабатывает эту задачу. Как быть? Как быть? Что делать? Как быть? Или, например, он готовится к экзамену, готовится к экзамену и не уверен, сдаст, не сдаст, а экзамен значимый. Но если что-то значимое есть, экзамен, допустим, встреча значимая, свидание, выступление, лекция, писание статьи или диссертации, если это что-то значимое, значит сразу появляется напряжение. Чтобы обрабатывать, обрабатывать различные варианты в поиске решений, чем выше напряжение у мозга, тем чаще идёт обработка данных. Иногда залипаете, зависаете, как компьютер зависает. Надо перезагрузиться. И вот с этой женщиной я работал, ну, просто удивительно. Она говорит, я уже месяц страдаю, говорит, у меня уже и паника, я, говорит, с сестрой в конфликте, не могу найти гармоничные отношения, мы всё родная сестра, как быть. Вот, и я говорю, слушай, а что ты вот делаешь? Плачь, работаю. Как ты спишь? Не, не хорошо сплю. Часто просыпаюсь, утром проснусь, не знаю, куда деться. А что тебе в этот момент хочется делать? Плакать хочется. Так плачь. Так если я буду плакать, я буду сутки плакать? Так плачь сутки, ну, выплачься, и потом нормально себя будешь чувствовать. Надо же слушать тело. Тело нам подсказывает, что надо делать. Я хочу вас научить слышать тело. В теле все механизмы саморегуляции, выработанные миллионами лет его носили. Гомеостат называется. Сохранение равновесия внутренней среды, работы внутренних органов и системы организма автоматически. Автоматически. Чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни думали, а сердце работает. Так вот, вопрос заключается в том, что вот эти противоречивые задачи, которые держат вас на крючке, ну, например, вы все время должны заниматься не своим любимым делом. Или все время играть не свою роль. Или все время, я уже сказал, вставать не вовремя. Никогда вам хочется проснуться, а вам надо рано бежать на работу. И вы себя заставляете. Вот эти противоречия, которые возникают, они держат мозг все время в мобилизованном состоянии, чтобы найти решение. Это даже бессознательно происходит. Вы, может, думаете об апельсине, а в это время думаете, ну, как же быть, как же быть. И все время на крючке вот этой подвесенности. И в конце концов, если ресурсы уже истощены, возникает спазм, ну, в клетке мозга, как я сказал, не поступает кислород. Ну, представьте себе, кран перекрыли, вода не течет. То же самое здесь. Кислород не поступает, хочешь не хочешь. Причем тут психология? Надо спазм снять. Ну, чтобы спазм снять, как раз таки у нас есть упражнения синхронизирующие, которые согласуют работу двух половин мозга. Потому что, когда две половины мозга тоже не согласованно работают, потому что у вас в одну сторону перекос, перенапряжение, значит, надо восстановить баланс. И поэтому мы как раз таки специальный вебинар делаем, чтобы вы могли восстановить баланс, здоровье. Да, но там надо, чтобы вы выходили в зум. Поэтому все устройства свои приготовьте зум, чтобы вы могли выйти, чтобы я вас видел, чтобы я вам сразу дал десяток, два десятка разных вариантов. Вы подбирали оттуда собственный прием. Я вам буду рассказывать, как принцип подбора путем перебора, по какому критерию, по критерию зеленой зоны. Ну, там есть. Я вам все расскажу, объясню. И вы выйдете из этой суеты и мысли, из этого напряженного поиска решений, из этого беспорядка все станет в порядок. И вы увидите, что вы вышли на состояние разгрузки. Вот это нулевое состояние, состояние безмятежности. И шторма безмятежность. И в этом состоянии идет восстановление, включается внутренняя аптека. Это такое прекрасное состояние, и вот некоторые люди, вот характерные ошибки какие. У нас две характерные ошибки люди делают. Они не знают, например, как понять, он в ноль вышел или нет. Я, говорит, не могу понять, у меня, говорит, никакого нуля нет. Но у него не то может быть представление. Он не того ждет, и поэтому все время находится в мобилизованном состоянии. И все время перепроверяет. Есть ноль, нет нуля. Есть ноль, нет нуля. А если он еще тревожный, то он все время перепроверяет с таким образом будущего, с негативным. Нет, говорит, никакого нуля. А я тебе говорю, вот бывает момент состояния, пример такой, когда ты очень-очень уставший и сидишь, например, после тренировки в хорошей спортзале, сидишь, тупо смотришь перед собой, думаешь о чем-то, мысли плывут как облака. Бывает, говорит, так вот это ноль и есть. А зачем тогда нам во время разгрузки ноль делать, если я могу в спортзал? Ну, если ты можешь в спортзал ходить, там обнуляйся. Ну, если ты не можешь ходить, у нас же ключ для чего нужен? Когда у тебя ни спортзала нету, ни лекарств нету, ни лыж нету, ни бассейна нету, ни массажиста нету, ничего нету, а тебе надо привести себя в порядок, чтобы восстановить свою гармонию, чтобы наладить личные отношения. Да, для этого нужно как раз таки осознанно, не путем после тренировки в спортзале ты сидишь уже такой уставший, а без всякой усталости, без всякого спортзала захотел и получил вот это же состояние. Ну, ты же его получаешь в жизни? Да, получаю. Так вот это состояние есть. Да, я даже не обращал внимания. Так поэтому ты не можешь в нужный момент по своему желанию, по своей воле получить. А теперь ты знаешь. я тебе пример привел, вспомнил из жизни, у тебя же это состояние, и ты теперь понял. Ну, что значит довести до понимания? Примеры, много разных примеров приводить, да, и вы найдете понимание, что такое нулевое состояние. Это состояние безмятежности, бесстрастности. Да, когда мысли текут, а эмоции их не сопровождают. Две половины мозга как бы разобщены. И поэтому потом они очень согласованно работают. И здоровье ваше улучшается. Да, вот еще какая ошибка. Я, говорит, не могу левитационное упражнение делать. Я ваш ключевой стресс-тест пробую, пробую, а он у меня не идет. Да что ж ты на него зацепился? Он у тебя сразу пойдет, когда ты поймешь главное. Принцип подбора путем перебора. Это не идет, делай другое. Ищи, чтобы пошло. Искать надо, искать надо. Ты из потребителя становись творцом. Ну, что ж ты, пользователь, научился тому, только алгоритму, что тебе дает, ты берешь и это все. Нет. Поищи. Поищи. Может быть, тебе нужно руки ниже положить. Может быть, положить, как будто бы на воду положил. Опусти их. Или так держи. Или так держи. И образ поищи. Когда ты ищешь образ подходящий. Например, что это магниты. Раз-раз и пошло-пошло. То есть, образ просоответствовал и диамоторика на рефлексе. Пошло. Поискать надо путем перебора. А не стоять так вот, привыкший к тому, что, как тебе показали, так ты и пытаешься сделать. Если что-то не получается, ты думаешь, не получается. Еще какая ошибка. Каждую следующую секунду вы проверяете, получается, не получается. Так как же тогда получится? Вы же экзамен тогда получается сдаёте. А это как детская игра. Не надо каждую секунду проверять. У вас другая задача есть. Не надо зацикливаться на отдельном упражнении. Там сотни разных упражнений. Берите из физкультуры, из цигуна, из йоги, сами из себя берите, вспоминайте, какие вы упражнения любите делать. Берите, перебирайте их. И находите то, которое вам подходит. Ключ же это не 3 упражнения. Вот эти 5 классических упражнений сихрогимнастики, это классика. Это пример. Это от чего оттолкнуться. А на самом деле, их сотни, любое упражнение, если оно вам подходит. А как понять, вам подходит или нет? Вот я, говорит, не слышу. Мне это подходит или нет? Но ты когда туфли надеваешь, ты понимаешь, когда тебе жмут, и когда тебе не жмут. Да, понимаю, я их примериваю. Ну, вот так и примеривай. Если упражнения тебе трудно делать, трудно, не делай. Делай по-другому. Вот этот перебор сам развивает творческую, поисковую активность мозга. Потом вы все вопросы в жизни, и бытовые, и научные, и какие творческие, решаете лучше. Видите, как просто все. На самом деле просто. Ну, как донести это до понимания. Вот мне звонила девушка сейчас. Ой, я, говорю, сделаю ваши упражнения, силами плакать хочется. Я говорю, плачь, а долго плакать. Так вот, я хочу вас научить слушать свое тело. Зри в тело. А как это слушать? Ну, вот придется на вебинар, я там расскажу. Там мы 2-3 часа будем, и там вот выходите на скайп, на зум, на зум выходите там. Очень важно, чтобы вы вышли, чтобы я вас видел, чтобы я вам подсказал. Потому что, оказывается, если вы научитесь слышать, что хочет ваше тело, вы сами будете делать все упражнения, которые вы у меня спрашиваете. Главное научиться слышать, что хочет тело. В какой-то момент хочет, да. И вы научитесь чувствовать, когда вам спать хочется, когда вам кушать хочется, что вам хочется, грушу или яблоко. Тело ваше имеет компас. Просто надо прийти, обрести в себя, в равновесие прийти, стать целостным, здоровым. Я вам помогу. Потому что мне все время приходится помогать людям, в самых сложных, характеристических ситуациях. И я поэтому нашел те ошибки, которые они иногда делают и в жизни, и во время применения ключа. А ключ это, в принципе, модель, сжатая модель жизни. Да. Я вам объясню там на вебинаре. Да. И в сайт заходите, стрессу, посмотрите там обучение и спортсменов, и военных. Там под каждым квадратиком таким нажмете там, бах, и открывается видео. Да. И в сайт заходите, и в группы заходите, и в школу Человек Будущего, Хомо Футуру заходите. И под каналом, пожалуйста, подписывайтесь, кто не подписался, потому что такие новые вещи мы показываем, такие новые вещи рассказываем. Так что вы всегда получали информацию. До встречи, друзья. На вебинаре встретимся. В субботу. До встречи.